Добрый вечер на ТНВ новости в студии Альбина Слагараева и вот о чем расскажем сегодня. Бизнес без границ. На что способны деловые партнеры Татарстана, узнал Дмитрий Иринен. Уголовные дела из-за подделки больничных листов. Привыкли по старым временам бумажный вариант получать, боятся что-то. Что грозит за мошенничество и как использовать электронную версию узнал Салават Мадуля. На селе с бизнес-планом. Для этого создавать надо рабочие места на основе операции. Можно ли считать малые формы хозяйства не в будущем села? Узнавал Рамиль Шайдулин. Спорткомплекс с бассейном открылся сегодня в Агрызи. Ежедневно здесь будут заниматься более 700 человек. Два бассейна. Универсальный спортзал для тренировок по мини-футболу, баскетболу и волейболу. Строительство обошлось в четверть миллиарда рублей. Сколько еще спорткомплексов откроется до конца года? Елена Веселова. Мечтали долго, а построили за полтора года. Открытие современного спортивно-оздоровительного комплекса для Агрызцев – праздник. Вот и президента республики встречают восторженными аплодисментами. Вы получили прекрасный подарок благодаря нашей нефтяной компании «Татнефть». Она главный спонсор этого объекта. Ну и, конечно, республика принимала участие. Особо радует бассейн. Элина Давлетшина и Энгель Потапов занимаются плаванием и участвуют в турнирах. Но тренироваться им приходилось ездить в соседнюю республику. Мы с пяти лет занимаемся в Ижевске. Десять лет уже заждали, когда откроется. И вот дождались. Все-таки, когда у нас откроется бассейн, теперь можем заниматься у нас в Агрызии, не ездить в Ижевск. С помощью тестера определим уровень флора в воде бассейна. Качество воды здесь будут проверять четыре раза в день. Бассейны для детей и взрослых отдельные. Поэтому будем ходить с семьей. Плавание полезно для здоровья, говорит Гульнара Гельманова. Сама по профессии медицинский работник. Зал замечательный, что нравится. Молодежь тестирует новые тренажеры, не отстают от них и пожилые. Не скрывают восторга. Очень довольны, благодарны. И хотим, чтобы детям это было. И детям, и внукам. Спортсмены Агрызского района до этого славились в армрестлинге. Современный комплекс откроет возможности растить чемпионов и в других видах спорта. Наш комплекс позволяет вести очень много направлений спорта. Вот мы сейчас видим большой универсальный зал. Здесь волейбол, баскетбол, бадминтон и мини-футбол. Помимо этого у нас есть борцовский зал, где дети могут заниматься национальной борьбой, могут заниматься рукопашным боем. Для небольшого города, такого как Агрыз, такой комплекс – достояние. По республике строится еще 9 бассейнов. Сейчас Татарстан реализует 39 программ, направленных на улучшение качества жизни. Не меньше их будет и в следующем, озвучил сегодня президент. Елена Веселова, Фанзеля Салихова, Ижевск, ТНВ. Граница не помеха, а делу поможет татарский язык. Сегодня в особой экономической зоне Алабуга открылся форум «Деловые партнеры Татарстана». Встреча собрала две сотни татарских бизнесменов из России и зарубежья. Задачу поставил президент республики. Этот материал сейчас готовится к эфиру, а пока к другим новостям. 104 семьи из Чистополя получили сегодня ключи от новых квартир. На улице Энгельс издали новый дом. Обзавелись собственным жильем по программе «Социальные ипотеки». Переселенцы из аварийного жилья, врачи, грантополучатели, работники сельского хозяйства. А также многодетные и молодые семьи. Для последних все удобства. В шаговой доступности детский сад, спортивная секция и школа. Дети мечтают ходить в «Лидер». Мы жили на улице Тукая, это было очень далеко. А здесь рядышком мы будем заниматься спортом. Всех новоселок поздравляю с этим днем. Пусть ваши квартиры будут уютными, теплыми. Живите с большим удовольствием. Купить выходной татарстанцы массово скупают поддельные больничные листы. Незаконные сделки доходят уже и до уголовных дел. И пока не панацея и электронные версии больничных. Как воспаление хитрости может довести до скамьи подсудимых? Салават Мухаммадуллин. Хочется отдохнуть или появились неотложные дела, а с работы не отпускают выход, оформить больничный лист. Благо, компании по его подделке можно найти сейчас в обычном поисковике через мобильный телефон. Официально и без проблем. Пестрят заголовками сайты по запросу «Купить больничный лист». Цены от 1500 рублей за три дня. За четыре и вовсе можно уйти в отпуск на три недели. Здравствуйте, можно через вас больничный оформить? Нужно отправить самосообщение с вашими долгами. Готово, самосообщение, нужно будет подъехать по учитель. А проблем потом не будет? Нету проблем. Нет, люди берут. Состоянно. Правда, никто не считал, но их тысячи попадаются единицы. В этом году возбудили уже пять таких уголовных дел по статье «Мошенничество». Хотя по официальной статистике количество попавшихся с подделкой снижается. Это, по чему счету, облигация, которую мы должны оплачивать. Поэтому мы сейчас уже сделали его достаточно кем-то защищенным. Во-первых, сам лист защищен и еще раз говорю номер. То есть номер он уникальный, в любом случае, он только один. На помощь пришел электронный больничный лист. Подделать его уж точно невозможно. Флюра Муртазина получает выплаты по нему уже во второй раз. Ничего не надо подписывать, ходить и печать ставить. В регистратуре стоять не надо, у врача стоять не надо. Но за интернет-версию пациенты пока не радуют. За четыре месяца выдано всего около трехсот электронных листов. Боятся что-то, что им не оплатят. Но мы как-то обговариваемся с ними, это вопрос. Электронные больничные листы могут получать сегодня сотрудники трехс половиной тысяч компаний. В планах у соцстраховщиков оставить в прошлом бумажные варианты. Слава Тухмадуллин, Рина Цаффин, ТНВ, Казань. Дмитрий Медведев не увидел себя в качестве кандидата на следующих президентских выборах. Об этом он сообщил сегодня во время встречи с журналистами пяти федеральных каналов. Премьер-министр добавил, что он лично и партия Единой России поддержит на выборах кандидатуру Владимира Путина, если он будет баллотироваться. Также Дмитрий Медведев сообщил, что индексация пенсии в следующем году будет выше инфляции. Инфляция ожидается на уровне 3% или ниже, а проиндексирует пенсии на 3,7%. В этом году у нас будет зафиксирована рекордно низкая инфляция. По всей вероятности она будет ниже 3%. Это будет абсолютным достижением за всю постсоветскую эпоху. То есть за весь период развития современной России инфляция никогда не опускалась так низко. К выборам президента России в Казани обучат более 3000 наблюдателей. Для этого в столице республики откроется штаб подготовки независимых наблюдателей. Об этом сегодня журналистам сообщили представители регионального отделения корпуса за чистые выборы. Напомним, он был создан в 2012 году по инициативе Ассоциации юристов России. За все время обучение в нем прошли больше 100 тысяч человек. А сейчас мы возвращаемся в Алабугу. Сегодня здесь открылся форум «Деловые партнеры Татарстана». Встреча собрала две сотни татарских бизнесменов из России и зарубежья. Визит призван укрепить и расширить взаимные деловые связи. Какими достижениями из книги рекордов Гиннесса предлагают заняться татарстанцам, узнал Дмитрий Аринин. Человеческий организм представляет это скопище 100 триллионов клеток. Ученый и бизнесмен из Башкирии Разиф Рапиев создал первую в мире лечебную янтарную комнату. Как говорит, она способна оздоровить человека от целого бутета заболеваний. Изобретение уже занесли в книгу рекордов Гиннесса. Я приглашаю татарских бизнесменов, чтобы со мной вместе, по нашим разработкам, мы имеем патентную защиту государственную, в Казани создать лечебную янтарную комнату. Для того, чтобы здесь вы могли получать полноценное лечение. Китайский татарин Ахмеджан Галиев предлагает производителям республики продавать свой товар в Поднебесной. Его компания обещает наладить поставку продукции в китайские торговые сети. Рынок, естественно, рассчитан на полтора миллиарда человека, поэтому обеспечить их с запасом таким серьезным, это, я думаю, что надо смотреть на этот рынок уже на будущее. В этом году на форум приехали татарские бизнесмены из трех десятков российских регионов и из 13 стран мира. Это более 200 участников. Гостям презентуют те самые возможности, которые есть в Татарстане для открытия своего дела. И неспроста на форум съехались в Улабугу. Здесь особые условия для среднего и крупного бизнеса. Рустам Мениханов отметил, республика готова к взаимовыгодному сотрудничеству. И сейчас нужно обратить внимание на новые технологии и возможности бизнеса, в частности электронную торговлю. Также президент считает, что в бизнесе, да и вообще в жизни, человеку большим подспорьем будет знание татарского языка. Форум будет идти еще завтра. Здесь, в Улабуге, его участники смогут не только пообщаться между собой, но и познакомиться с местными производствами. Это тоже признано показать возможности нашей республики. Дмитрий Аринин, Марат Саидгараев, ТНВ, Улабуга. Это новости на ТНВ и далее в программе. На селе с бизнес-планом. Для этого создавать надо рабочие места на основе кооперации. Можно ли считать малые формы хозяйства не в будущем села? Узнавал Рамиль Шайдулин. Региональный этап чемпионата рабочих профессий позади. Я уже в сборной Татарстана. С победителями познакомилась Лейтан Забирова. Южнокорейская компания реализует в Татарстане проект по производству арматуры для нефтехимической промышленности. Меморандум о намерениях подписан сегодня между Татнефтехиминвестхолдингом и фирмой Аполло на заседание в Кабинете министров. В ближайшие пять лет компания планирует серьезные инвестиции в развитие бизнеса. Предприятие разместилось на площадках Татнефти. И сегодня же на заседании Совета директоров компании под председательством президента Рустама Мениханова утвердили производственную программу. Почти 28 миллионов тонн нефти планируют добыть компания Татнефть в будущем году. При этом объем может быть увеличен в случае отказа от соглашения со странами ОПЕК об ограничении. После реконструкции открылись очистные сооружения подразделения Транснефть в Рекамье. Оценить итоги масштабных работ в Альметьевск приехали инспекторы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Какую оценку дали надзорные ведомства в нашем репортаже? Техническое перевооружение очистных сооружений, ливневых и талых вод обошлось почти в 27 миллионов рублей. В ходе реконструкции в Альметьевском районном нефтепроводном управлении установили автоматизированные приемные колодцы, заменили трубопроводы. Проверка показала, деятельность Транснефть в Рекамье полностью соответствует требованиям природоохранного законодательства. Транснефть это экологисты направленные предприятия. Я думаю, в дальнейшем темпы снижаться не будут. Наши сотрудничества будут продолжаться. Сегодня Транснефть в Рекамье объединяет пять крупных филиалов в 11 регионах страны. На службе экологической безопасности – экоаналитические лаборатории. Контроль ведется на всех производственных площадках предприятия при транспортировке, хранении и перекачке нефти. Мы делаем большую работу в направлении экологической безопасности. Порядка 100 миллионов в год вкладываем средства в развитие, модернизацию, совершенствование экологического оборудования. Экологические задачи впредь останутся приоритетными в деятельности компании, среди которых ежегодные снижения на 1% удельных объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Анна Городнова, Фуат Гассин, Булат Шифигулин, ТНВ, Альметьевский район. Лучшего аппаратчика выбирали сегодня на Нижнекамске нефтехимии. Конкурс проводится ежегодно, но на этот раз его приурочили к золотому юбилею со дня выпуска первой продукции предприятия. Об этапах и результатах далее. Запуска и остановка установки. Один из этапов конкурса. Тут все как в реальном цехе. Нужно справиться с задачей качественно и быстро. На теории нам рассказывают. Мы как бы представляем, а когда уже дело доходит до реальных вещей, то многие теряются. В первую очередь, конечно, доказать себе. Хотелось бы занять первое место. Ну и само участие уже какой-то плюс. Аппаратчик – самая востребованная профессия на заводах Нижнекамск нефтехима. В конкурсе принимают участие 10 лучших. Еще два участника – студенты ресурсного центра по нефтехимии и нефтепереработке, на базе которого и проводится конкурс. Эффективность конкурса – это, конечно же, показать свои профессиональные навыки. Победители в этом конкурсе. Есть возможность повысить разряд. Ну и, конечно же, это стимул для карьерного роста. Соревнования в три этапа. Еще есть теория, техника безопасности и оказание помощи пострадавшему. Каждый из участников уверен – конкурс полезен не только в работе. Навыки понадобятся и в жизни. У населец бизнес-планом. Сегодня в Заволжской зоне прошел итоговый семинар восьми районов республики. Главная тема – малые формы хозяйствования. За три года в республике построено более тысячи мини-ферм. Какими успехами они могут похвастаться? Рамиль Шайдулин. Опыт сетюш называют феноменом, но, по сути, это хорошо спланированный путь. Пару лет назад здесь поставили не на инвесторов, а на простых селян. Если еще вчера они держали одну, а силу две коровы, то сегодня в силах держать десятки. И, по сути, выводят целый район. Совсем другой уровень. Из дотационного в самоокупаемый. Я начал в 2011 году. Шесть-семь коней было. Вот сейчас на сегодняшний день 140-150 голов находятся. Большое внимание к селу руководство республики объясняет просто. Татарстанцы в силах и производить, и покупать свое. Поэтому и поддержка существенная. Только за год с субсидиями и грантами татарстанцы получили больше двух миллиардов рублей. Малые формы хозяйствования на селе для занятости всего, трудозанятости всего населения выступают на первый план. На совещании обозначили, чем сильны такие фермеры. Первое и главное, в своих подворьях они сохраняют общее количество голов крупного рогатого скота, держа по пять, десять, а то и пятнадцать коров и бычков. Надо еще больше делать, чтобы были дороги, чтобы сохранили школа, чтобы сохранили свои фапы, чтобы больше пришло молодежь, чтобы привлечь. И, конечно, для этого создавать надо рабочие места. Как стало известно сегодня, в следующем году таких крепких хозяйственников поддержат еще больше. Чем больше фермер содержит коров и бычков, тем больше субсидий получат от республики. Но сумма и условия пока в разработке. Рамиль Шайдолин, Игорь Романов, ТНВ, Тетюши. Завтра в Татарстане стартует декада инвалидов. В течение 10 дней для людей с ограниченными возможностями в республике пройдут праздничные форумы и концерты. Здравоохранение организует специальные выезды участковых бригад, где медики осмотрят инвалидов по месту их жительства и организуют для них функциональные и лабораторные исследования. Также маломобильные граждане смогут бесплатно посетить парикмахерские и отремонтировать вещи в ателье. Сейчас в Татарстане проживает более 80 тысяч инвалидов. Перед каждой организацией стоит задача обеспечения доступности. На первоначальном этапе эта задача решалась в рамках программы «Доступная среда». И мы с вами знаем, что республика вступила пилотом, выступила в этой программе. Что же такое доступный объект? То есть сегодня, вложив и получив от федерального центра порядка 2 миллиардов 600 тысяч рублей, это нам позволило адаптировать более 800 различных объектов. И невозможное возможно. Он стал художником, но рисует без помощи рук. И это не рекламный ход, чтобы привлечь покупателей. Ренат Мусин, инвалид с рождения. Он с трудом говорит и передвигается на коляске, но за 25 лет нарисовал более 100 картин. Их выставляют в галереях, полотна хранятся в частных коллекциях. Мастерство безграничных возможностей оценила Анна Городнова. Раньше мы рисовали ртом, держа кисточку зубами. И от кисточки прожел, и зубы портились. Сломал не одну кисточку и даже зуб, признается мама Рената. Чтобы легче было рисовать, придумали такое приспособление. У 35-летнего художника ДЦП рисуют с детства. Увлечение превратилось в карьеру. Дома уже нет свободной стены для его пейзажей. Рената, а я тебе самому, кто нравится? Какие художники? Когда ему 10 лет, пришли с детства в милосердие педагоги, таким больным детям. И думали, с чем с ним заниматься. Сначала делали поделки, потом год-три делали поделки, а затем начали рисовать. Ренат старается следить за собой и активно заводит друзей в соцсетях. На своей странице делится успехами в творчестве. Недавно у молодого человека появилось новое увлечение – шахматы. Играть на турнирах помогает мама. Он мне показывает, я уже смотрю на его глаза и представляю шашки. Старается, первое место занимает. Вот начинка с ватой первое место заняла. Картины художника выставлялись в Казани, Москве и Бельгии. Некоторые попали в частные коллекции. Мечта Рената – с выручки купить машину с большим багажником. Художник хочет выбираться на прогулки со своими друзьями-колясочниками. Анна Городнова, Лешат Аюбов, ТНВ, Набережная Челны. В Татарстане завершился региональный этап «Ортскил» с два дня. И три площадки понадобились, чтобы подвести итоги. Рекордное среди всех регионов страны количество компетенций и число участников. Перед мировым этапом, который Казань примет уже через два года, республика ставит планку «Максимум» и по организации, и требованиям к участникам. Кто как проявил себя в мировых компетенциях на региональном уровне Ляйсан Сабирова. Ударно посоревновались, ярко завершают. Самый крупный региональный этап чемпионата рабочих профессий в России. 91 компетенция, более 800 участников. Друзья, громче, громче, обладе сверху! За свою медаль эти участники боролись три дня на 35 площадках в разных городах республики. Основные соревнования прошли на Казанской ярмарке, в Строительном колледже, Техникуме связи и Международном колледже сервиса. В прошлом году мало тренировалась, новых навыков не было. В этом году уже профессионально подошла к этому, и я добилась своей цели, и все благодаря моему тренеру. Впервые 23 компетенции «Джуниор» свои навыки продемонстрировали ребята 14-16 лет. Надеемся, что из них вырастут хорошие победители и на уровне российском, и многие из этих ребят по возрасту как раз те ребята, которые теоретически в 2019 году примут участие в мировом чемпионате. Кроме традиционных компетенций, первую апробацию, к примеру, прошли видеопроизводство и печатные технологии в прессе. Ответ тем, кто с пессимизмом относится к печатным сменам. Здесь я вижу, что растет достойная смена. Очень профессиональные, интересные ребята. Сложно было то, что появлялись какие-то проблемы, над которыми было сложно решить, сложно что-то предпринять. Но так как мы работали над стрессоустойчивостью, я смогла все преодолеть. Чемпионат традиционно поддержали крупные производители, предоставив оборудование. За работу участников следили эксперты. Еще будет 7-8 декабря подтвердение итогов. Поэтому региональным чемпионатом мы будем детально анализировать по каждой компетенции. И дальше будем делать некоторые корректировки на наружную карту по подготовке нашей сборной команды. К тому же впереди еще полуфинальные соревнования. В августе национальный этап. Перед сборной Татарстана ставится задача из Южной Сахалинска вернуться золотом. Лейсан Сабирова, Ильшат Мухаммедов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. 13 семей из 10 районов Татарстана. В эти минуты в концертном зале «Пирамида» выбирают самых представительных семей республики. Популярный конкурс на «Щкиабиль» проходит 13-й раз. В этом году было подано более 400 заявок. Как раз в эти минуты завершаются все конкурсные выступления участников. За ними наблюдает наш корреспондент Альбина Менебаева. Альбина, когда мы узнаем победителя этого года? А еще она обращала на алтарь и колбожьей матери Казанской. И завещала во всех трудностях и бедах обращаться к покровительнице нашей родной земли. Альбин, приветствую тебя. Действительно, сейчас завершается выступление семи. Проходят последние их номера, которые они подготовили для победы в конкурсе «Щкиабиль». Вот операторы сейчас показывают, что происходит на сцене. Каждая семья подготовила свою, скажем так, историю любви. Вообще 13 пар, и это 13-й по счету конкурс «Щкиабиль». И вот организаторы говорят, что еще можно было бы придумать. Ведь конкурс проходит не первый раз. Тем не менее, им есть с кем восхищаться. Ведь их вдохновляют настоящие любящие пары. Я сейчас предлагаю прослушать руководителя конкурса «Щкиабиль». Казахстан не скудеет вот этим золотом нашим человеческих душ, отношений, семей. А сегодня у нас праздник будет проходить в формате «Семья и школа». И каждая из 13 семей дадут свой открытый урок. Конкурс «Щкиабиль» – это презентация семьи. Вот сейчас здесь стоят, скажем так, болельщики. Каждый из них в своих национальных костюмах. То, что олицетворяет семью, которую они презентовали. Каждой семье участвовали минимум 10 человек. Есть и по 30. Вот, например, эта семья рассказала об истории, скажем так, болельщики. Вот эти сердечки они специально готовили для выступления, подарили зрителям семь. И главное, что через примерно минут 10 каждые семьи пары соберутся на сцене. Будет их финальный танец. Дальше уже жюри уйдет на подведение итогов. И примерно в 21.30 мы узнаем трех победителей. Конкурс «Щкиабиль» 2017. Мы остаемся здесь, следите и, конечно же, первые поздравить их. Альбин, тебе слово. Спасибо, Альбина. Я напомню, это была Альбина Минибаева. Она сейчас работает на конкурсе «Щкиабиль». А наш эфир продолжит программу «Вызов 112». Увидимся в 21.30. Хорошего вечера. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ в студии Алмазгофиатов. Все, что было в Уфе, остается в Уфе. Именно с таким девизом игроки команды Салават Юлайф приехали на реванш в столицу Татарстана. Ответный матч зеленого дерби не повторил сценарий недельной давности. Тогда хоккеисты Акбарса разгромили соперника 5-0. Сейчас зрители Татнефть-арены увидели немного другое противостояние. Билеты на игру закончились за несколько дней до самого матча. Зрители ждали повторения разгрома у финцев. Но в конечном счете это сыграло с местными игроками злую шутку. Акбарс пропустил шайбу во втором периоде. Гол Антона Бурдасова, как оказалось, стал единственным и победным в этом матче. Несмотря на шквал атак со стороны соперников, героями всегда выходили вратари. Акбарс, тем не менее, сохранил первую строчку восточной конференции. А Юлайфцы удержали место в зоне плей-офф. Тем интереснее будет концовка чемпионата. Нет, мы настраиваемся, готовимся дальше. Ничего страшного. Я думаю, надо сделать выводы просто из этой игры и двигаться вперед. Продолжается допинговая тема вокруг российских спортсменов. Международный Олимпийский комитет на официальном сайте организации сообщил о пожизненной дисквалификации трех бобслеистов. Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Эль Верхузин теперь не смогут профессионально заниматься спортом. Комитет установил, что они нарушили антидопинговые правила. Экипаж Касьянова на Олимпиаде в Сочи занял четвертое место в соревнованиях двоек и четверок. Спортсмены должны были стать бронзовыми призерами игр, поскольку ранее экипаж Александра Зубкова лишили золота. По результатам комиссии МОК, Россия на данный момент располагается на третьем месте в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Сочи. И в завершении к новостям бокса. Челнинец Эдуард Авджан занял второе место на Кубке мира среди нефтяных стран. Турнир посвящен памяти героя труда Фармана Салманова. Старты прошли в городе Белоярском Ханты-Мантийского автономного округа. Всего в нем приняли участие более 100 боксеров из 17 стран мира. В составе сборной России воспитник Заря, мастер спорта по боксу Эдуард Авджан, завоевал серебро в весовой категории свыше 91 килограммов. Всего российские спортсмены завоевали 35 призовых мест. Они вернулись домой с 9 золотыми, 9 серебряными и 17 бронзовыми медалями. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. В этом время назовите пароль ДМебель и получите 25% дополнительной скидки на вашу кухню. Данил Мастер настало время низких цен. Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. По-прежнему ожидаются осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет облачно. С прояснениями местами снег, температура воздуха составит до 4 градусов мороза. На северо-востоке пасмурно, снег и тоже до минус 4. На севере республики облачно со снегом, температура воздуха там составит минус 5 градусов. На северо-западе пасмурно, ожидается снег, температура воздуха составит минус 4 градуса. На юго-западе Татарстана тоже пройдет снег, там будет до 3 градусов мороза. В Центральном районе Республики облачно с прояснениями и местами снег. Температура воздуха составит минус 4 градуса. Спонсор выпуска – ОАО «Марбиофарм». Гриппофлю. Не дайте простуде и гриппу испортить вам жизнь. Гриппофлю. При насморке, лихорадке, ознобе. Гриппофлю. Скорая помощь от простуды и гриппа. Гриппофлю. Умеренная цена. Предстоящие сутки в Казани пройдет снег. Температура воздуха составит до 3 градусов мороза. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление составит 770 мм ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Это были все новости о погоде. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.